Ну, во-первых, я, можно сказать, даже удивлён тому, как профессионально, как обстоятельно написан этот документ. Просто, честно говоря, для меня это полная неожиданность. Я и сейчас документ «Деловой двадцатки» посмотрел только тогда, когда пришёл на встречу с бизнесом. Там хороший документ, но у вас он ещё гораздо более основательный. Правда, в некоторых случаях такой более заделистый, а, может быть, в этой связи более интересный, я бы сказал. Вот первое – это поиск новой модели функционирования международных финансовых организаций. Но всё здесь, практически все эти пункты сводятся к реформированию МВФ и Мирового банка, по сути говоря, на тех принципах, которые предлагаются развивающимися экономиками, изменения квот, представительства, руководящих органов. Вот я хотел бы просто задать вам вопрос. Это мнение всех участников или у вас были по этому вопросу какие-то споры, и кто-то с этим оказался или был не согласен? Если позволите, это был один из основных ключевых вопросов. На самом деле, примерно полтора или два часа мы спорили, но мы с коллегами из развивающихся стран попытались предложить соответствующие аргументы для того, чтобы эти предложения были включены. Но, естественно, мы общим голосованием эти предложения приняли единогласно. Я хотел бы отметить, что тут самый главный аргумент наш заключался в том, что, коль скоро увеличивается экономический вес стран, экономическая мощь стран, то было бы уместно увеличить и их доступ к механизмам регулирования международными финансами, и их доступ к МВФ и Всемирному банку. То есть с этим все согласились, да? Да. Это любопытно, интересно, и я обещаю вам, я обязательно об этом лидерам 20-ски скажу.